Эфир BBB TV продолжаем и продолжаем нашу беседу с Ириной Вьюн, представитель и собственно специалист по продажам компании Tui Turtes и продолжаем наш разговор о Шри-Ланке и коротко, о чем мы уже говорили, то есть вот так вот тезисно, на чем стоит обратить внимание, что Шри-Ланку лететь скорее всего есть смысл, сочетая экскурсионный отдых, не только пляжный и собственно вот о подробностях экскурсионной программы мы сейчас и продолжим говорить. Да, сейчас выделим основные экскурсионные объекты, которые необходимо посетить, если вы уже прилетели на Шри-Ланку. Самая основная и можно так сказать визитная карточка Шри-Ланки это вот Львиная гора или Сигирия, она еще называется, то что мы видим сейчас на экране, 370 метров над уровнем моря и над как бы равниной высота 170 метров от этой горы. Основная изюминка, что на самой горе был построен как бы замок короля, одного из королей, который правил свое время на землях Шри-Ланки. Почему он построил как бы свой замок именно там? Потому что чтобы захватить власть, он был младшим сыном, чтобы захватить власть, он вынужден был убить своего отца. И как бы чтобы как-то себя защитить, в всяком случае от посягательств на власть, он построил вот именно свою крепость на этой горе, на Львиной горе. Все было выполнено в форме льва, вход был через пасть льва, но сейчас до наших дней сохранились, к сожалению, только львиные лапы. На самом начале, при входе эти лапы как раз и видят наши туристы. Подъем на эту гору занимает довольно-таки длительное время и следует определиться, готовы ли вы подниматься или нет. Потому что если как бы вы не привыкли к высоким подъемам, то есть может как бы люди в возрасте, им не всегда очень комфортно именно сам подъем. Особенно если вы отправляетесь на эту экскурсию среди дня, когда очень жарко, вот это утомительно, и многие как бы доходят до лап, а на самую вершину горы так и не поднимаются. А я не понимаю, как подниматься на нее лестница, просто прям так вот на скале? Смотрите, есть специальные ступенечки, причем они как бы разные. То есть есть как бы вот вокруг скалы, вот есть как бы ступенечки, 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 потом вы выходите к лапам, потом там идут тоже ступенечки и вот такие как бы лесенки вокруг горы. То есть вот так по горе или просто вдоль одного склона? Нет, вот так и вот так получается. Понятно, у нас с вами прекрасный диалог. Мы пытаемся, да, ступенечки, ну то есть в любом случае это высоко, и это тяжело, и собственно можно так к экстремальному чуть-чуть даже отнести, я бы сказала, такому экскурсии экстремально немного. Ну, немножечко да, потому что еще вот есть специальная такая лестница, тоже вот такая, можно сказать, круговая, которая поднимает как бы внутри вот скалы, есть как бы пещерный небольшой, как бы там раньше жили монахи, скажем так, вот. И плюс также вот есть еще как бы зона, вот где находятся фрески, вот то, что мы сейчас видим, верхняя картинка, там где девушки, которые вроде бы голые, но на самом деле они не голые. А, да, это они в одежде? Это вот там видно, что у них вот такой небольшой рукавчик. А, это не браслетики, это рукавчики. Это вот рукавчики и такая полупрозрачная одежда, но они на самом деле одеты, и вот эти женщины вот очень хорошо сохранились, и вот специально вот эта винтовая лесенка ведет вот в эту небольшую пещеру, где как раз вот эти фрески и находятся. И как бы можно подняться, посмотреть, потом опять же вот идет спуск, и следующие ступеньки, и уже там идут, нас ждут львиные лапы. Вот, и поэтому вот тоже как бы туристы некоторые устают на определенном этапе подниматься. И уже когда вы взберетесь на самый верх, там открывается огромная такая панорама очень красивая, очень видно. Давайте вернем обратно эту скалу, да, картинку. Вот у нас скала, вот на вершине скалы, там как раз вот открывается очень красивый вид, и также там есть вот последняя ступенька, на которую нужно встать, и вы тогда уже считается, что вы поднялись на самую вершину этой горы. Плюс также там есть, скажем так, остатки королевского бассейна, где купался только король. Это вот это на фото, да? Или что это? Нет, нет, нет. Да, лужица или что это? Это не оно, но как бы там вот как бассейн, то есть это вот природный такой водоем, то, что я вижу на фотографии, а там вот он сделан как бассейн, но там, конечно, вода тоже на данный момент не подходит для купания, то есть вряд ли кто-то рискнет и станет купаться вместе. Никто не захотел, как бы из тех, кого я видела, никто не захотел испытать на себе королевскую участь и покупаться в этом бассейне. Но очень красивые пейзажи, и сам бассейн, это тоже на фотографиях очень красиво получается. Но, конечно, уже если вы забрались на эту гору, уже сил практически нет фотографироваться, но все равно все делают фотографии, и вот удобнее, конечно, более все-таки в послеобеденное время подниматься, когда уже не так жарко, что и легче, и комфортнее, а в солнце пек, если вы, конечно, поднимаетесь на эту гору, то многие остаются вот как раз возле лимитных лап. Спускаться тоже как бы, ну, ступенечки такие несовременные, конечно же, ну, это здорово для любителей вот таких вот не сильно экстремальных, таких активных экскурсий, живописных таких, может быть, путешествия, трудонаступные места какие-то, да, такие вот, не все туда доходят. Если кого-то это сильно мотивирует, то место, куда не все доходят, не все попадают, то вот как раз это, собственно, Сигирия, это тот объект, куда вам стоит ехать. Как раз имеет смысл как бы подняться. И ступенечки, они небольшие, потому что ланкицы, они сами по себе маленькие, а вот как бы тоже нужно аккуратно ступать и смотреть, чтобы нигде не поскользнуться. То есть это в этом как бы тоже нужно не терять бдительность и осторожно подниматься по этой горе, потому что тоже там есть природные больше вот как бы ступеньки, не из таких современных материалов, понятно, сделаны. Вот, и когда вы уже поднялись на эту гору, вы уже, можно сказать, покорили одну из основных вершин Шри-Ланки, вот, увидели как бы то, что осталось, там остатки трона есть, вот эти ступенечки, вот этот королевский бассейн, это значит, что вы Сигирию увидели. Вот, и сюда обязательно все туристы едут, это одна из первых достопримечательностей Шри-Ланки. Вторая достопримечательность, это пещерный храм Дамбула, храм, где есть пять пещер, и в каждой пещере сосредоточено множество статуй Будды. То есть вот это вход мы видим, здесь тоже придется немножечко подняться, здесь как бы вот это такой парадный вход, а на самом деле все обходят немножко сбоку, и там опять идут ступеньки, то есть тут тоже небольшой подъемчик есть для туристов, которые уже поднялись на Сигирию, конечно, намного проще, но все равно тут тоже поднимаемся. Здесь уже множество обезьянок нас ждут. Наконец-то! Они вот как раз вот, наверное, в районе этого храма больше всего их и сосредоточено. Они там бегают, ну вот возле Сигири их точно так же очень много. То есть можно фотографировать обезьян все время, только, опять же, нужно очень внимательно. И здесь они уже такие понахальние, вот как раз возле этого храма, вот они уже будут пытаться с вами завести знакомство. Вот поэтому тоже нужно очень аккуратно. И тоже вот особенность такая, что нельзя стоять спиной к будде, поэтому вот возле входа в храм все фотографируются в полуоборота, чтобы как бы не нарушать местные традиции. Но когда вы заходите вот в каждую пещеру, там настолько много статуй Будды, что у вас просто не получится хотя бы к одной не повернуться спиной. То есть там уже считается, что это уже как-то более лояльно к этому относится, потому что там их вот реально очень-очень много разнообразных. И каждая как бы статуя что-то символизирует. То есть с гидом обычно туристы здесь находятся, им все это рассказывают. Такая вот тоже одна из основных как бы достопримечательностей, которые именно стоит посетить. Есть еще один храм, это храм зуба Будды в городе Канди. Канди, помню, мы показывали на карте, тоже центральный центр страны. И в этом храме хранится как раз зуб Будды. Но как бы зуб Будды демонстрируют раз в пять лет, поэтому обычно туристы не попадают, ну сам-сам зуб не видят. Раз в пять лет это нужно очень подгадать, специально к этому приехать. Раз в году еще на определенный праздник есть специальное шествие тоже с этим зубом, как бы там на слоне, специальное вот хранилище для зуба ставится на слона, и он шествует, то есть это тоже раз в году. А так туристы просто приходят в этот храм, они смотрят на храм, смотрят, как бы есть такая специальная зона, где можно повязать ленточку, загадать желание. Красненькую? Беленькую. Можно и красненькую, я думаю, это не проблема, но все повязывают беленькие. Красненькие не нам, значит, повязывают. Ну да. Есть такое условие, что это нужно попросить у Будды загадать желание, повязать ленточку, но когда желание исполнится, нужно вернуться и поблагодарить Будду. То есть придется приехать в желанку еще. Опять же, проплачено, мне кажется. То есть здесь вот именно такое условие. Операторами. И как бы поэтому посетили раз этот храм, придется еще раз посетить через какое-то время, когда ваше желание уже исполнится. И также вот предлагают обычно при входе в храм вот такие как бы композиции из лотоса. Это как бы считается, что очень хорошо понести Будде цветы. То есть там есть вот специальная как бы зона, где эти цветы оставляются. То есть это тоже очень красиво. Вот. Благодарность как бы Будде. Тоже, ну, как бы наши туристы обычно этого не делают, но посмотреть, пофотографировать всегда любят. То есть вот такой еще храм тоже интересный. Затем Королевский ботанический сад. Тоже один из самых таких наполненных разнообразными растениями. Особенно орхидеями славится этот ботанический сад около 100 видов орхидей. Множество разнообразных растений. То есть он недалеко находится от Канди. И обычно храм Канди и Королевский ботанический сад посещают. Уже здесь очень красиво. Обычно все в восторге. Тоже можно сделать множество интересных фотографий. Вот. И можно сказать, что тоже одна из основных таких достопримечательностей. И что еще посещают наши туристы? Это питомник в Пиновелле. Это слоновий питомник. Куда без них? Да. Куда же без них? То есть обезьянок мы увидели. Теперь переходим к слонам. Здесь как бы обычно в этот питомник забирают слонят, которые там либо брошены, либо были найдены, либо может там кто-то из них там был немножко ранен. Такой приют даже. То есть можно даже сказать, что да, такой приют для слонят. И как бы здесь есть уже и взрослые слоны, и маленькие слонята. А дома мне раздают? Из приютов собачьих кожек раздают? Может быть и там? Нет, здесь даже маленькие. Возьмите маленького слоника. Маленькие слонята, они на самом деле не такие уже и маленькие. Имеют особенность вырастать. Да, и вырастают в больших таких слонов. Вот, поэтому здесь вот наиболее туристам больше всего нравится, когда они попадают во время кормления. Вот слонят, тогда можно посмотреть, как они кушают, пофотографировать. И плюс также вот популярно это, когда слонята купаются. Тоже очень интересное время. И с удовольствием участвуют в этом всем процессе туристы, фотографируют. И обязательно, я считаю, тоже, если вы уже прилетели на Шри-Ланку, рекомендуется посетить вот Пиновеллу. Но здесь это просто не на таких питомницких условиях, они никакие шоу не показывают, не танцуют, не поют, не рисуют, футбол не играют. Но вот это больше как приют. Но все равно очень интересно, там покормить даже иногда можно именно слонятам, поучаствовать в процессе. Поэтому тоже все хотят, особенно там даже если туристы уже с детками прилетели, то это все шикарно. Потом чайная фабрика в центре страны располагается, основные чайные плантации. Как же без него, да. Про чайные мне не поговорить. Как-то еще, да, не затрагивали мы эту тему. Основной сувенир, основное, что покупают наши гости в Шри-Ланке, это, конечно же, чай. И считается, что даже вот самый какой-то простой вариант чая все равно вкуснее, чем у нас. Поэтому в качестве сувениров разрешается вывозить до 6 килограммов чая, это если вы первый раз посетили Шри-Ланку, на второй раз уже 2 килограмма. То есть, что вот так по 6 килограмм возить не получится. Да, когда первый раз загадаем желание и повяжем белую повязочку, мы сможем вывезти 6 килограмм. А уже когда приедем, буду благодарить за выполнение нашего желания, уже сможем только 2. Только 2, да, килограмма. Вот, и обычно туристы посещают чайную фабрику, здесь показывается вот именно сам процесс, рассказывается про разнообразные виды чая, чем они отличаются. Вот, что есть черный, оказывается, чай, зеленый чай, мы знаем. А вот есть еще белый чай, вот, белый чай у них есть золотой, есть серебряный, и это самый дорогой считается, потому что вот белый чай как раз собирается не листики, а вот именно верхушки вот этих чайных, скажем так, растений. Вот, и туристы здесь обычно и покупают себе чай в качестве сувениров, уже килограммами тоже зависит от всех. То есть стоит там покупать, либо, и часто бывает так, что вот таких туристических объектах, оно не дешевле стоит, чем, например, там на каких-то рынках уже местных, таких более там мелких. Ну, вот, кстати, как бы на рынках тоже там разные цены, и тоже всегда этот чай отличается. То есть туристы... То есть есть гарантия, ну, вот, как бы качество, да? Есть крупнолистовой, есть высокогорный, низкогорный, высокогорный, крупнолистовой самый дорогой считается. Вот, если мы будем, например, про чёрный чай говорить. Есть, как бы, низкогорный, который совсем мелкий, вот такой он самый дешёвый. То есть тоже вот чай отличается. То есть если, там, например, кто-то сказал, я там купил килограмм чая за 100 рупий, и туристы приезжают, смотрят, а там цены выше, ну, как бы, ну, другой совершенно чай. То есть отличается, ну, и сам чай, и рекомендуют всем, конечно, высокогорный покупать, чтобы, ну, самый лучший, как бы, привезти в качестве сувениров, самим попробовать. Обычно там дегустация есть небольшая, там, да, попробовать. А сколько стоит вот здесь на чайной фабрике купить, ну, самый, там, ну, самая низкая цена чая? Ну, примерно. Ну, самая низкая, наверное, не стоит, а вот стандартный высокогорный чай, это где-то порядка, ну, пусть 400 грамм, где-то 900 тысяч рупий. Тоже в зависимости от чая, это где-то порядка 10 долларов, получается, где-то за 400 грамм. Есть дешевле. Также потом, когда туристы возвращаются домой, в аэропорту опять куча этих чайных магазинов, где вот можно приобрести, вот, Дилмах, самая популярная у них фирма, у нас это считается не очень хороший чай, там это хороший, качественный чай, то есть под той же маркой предлагается, как бы, совершенно другой чай. Но там в аэропорту он такую же цену стоит, сколько и на фабрике? Ну, примерно, да, но, как бы, тоже там уже упакованные, то есть определенные под какие-то марки сделаны, а здесь, как бы, там просто вот в таких мешочках специальных покупают на разрез этот чай. И, как бы, вот чай, получается, тоже вот на фабриках, они, как бы, его собирают, он же, как бы, не собирается под какую-то определенную марку, то есть, например, один год они могут продать, вот, лучший чай, например, в фирме, грубо говоря, там, Дилма, а на следующий год продать свой лучший чай фирме Липтон, например. И, как бы, вот уже то, что мы имеем в качестве уже брендированного чая, мы даже, ну, точно не можем знать, какой именно чай попал под этот бренд в этом году, скажем так. Ну, то, что это будет качественный чай, это факт. Ну, если вот, как бы, в самой Шри-Ланке, то да, вот, и действительно, вот, ну, я по себе, как бы, сужу, ну, и по отзывам, как бы, других людей, что чай, действительно, привезенный из Шри-Ланки вкуснее, чем тот чай, который у нас, независимо даже от фирмы, которую, под которой этот чай, как бы, предлагается. Ну, то есть, чайные фабрики, конечно же, чайные плантации, и пофотографироваться, и послушать историю чая, и приобрести чай, это тоже, вот, обязательная программа. Еще, вот, иногда включается в экскурсию, вот, фабрика Батика, показывают, как это все изготавливается. Батик, это, вот, видим, картины такие на ткани выполненные, то есть, тоже можно здесь их и приобрести. Вот, ну, это уже, как бы, такое дополнение, то есть, это уже нельзя сказать, что это именно основная, основная цель визита. Вот, тоже батик, как из, один из сувениров, которые предлагаются на Шри-Ланке, можно предлагать. Еще, вот, сейчас опустились немножечко в карте, и тоже скажу, вот, такие экскурсии, которые по месту. Вот, если мы будем говорить, например, про курорт Бентота, вот, видим, здесь еще есть река Бентота, которая называется, как бы, так же, как и курорт, и вот, как раз по этой реке тоже предлагается прогулка. Это удобно, как бы, для туристов, которые, там, не заказали экскурсионную программу, отдыхают в Бентоте, надоело лежать на пляже, заказали, вот, именно, прогулку по реке Бентота. И там уже, плывя по этой реке, можно наблюдать за разнообразной живностью, которая там только, там, и крокодилов, и баранов можно увидеть, кого угодно. Вот, потом, черепашья ферма, вот, еще тоже одна из таких популярных экскурсий, которые можно посетить, не отдаляясь именно от курортов, не едя вглубь страны. И есть еще на самом юге страны, это вот город Галли, там старинный форт располагается, то есть туда тоже можно поехать посмотреть на форт. Это уже, вот, как бы, по месту такие минимальные экскурсии, ну, плюс всякий, там, фольклорный вечер, то есть разнообразные, такие развлекательные программы можно, как бы, воспользоваться, заказать экскурсии. И, как бы, что еще хотела сказать, вот, как бы, основные наши отели, то есть если мы уже, как бы, отдыхаем на территории отелей, то инфраструктура довольно-таки неактивная за территорией отеля. То, что я говорила, одно-два кафе может быть где-то рядышком, вот, и до центра поселка обычно есть какое-то расстояние, то есть можно либо на тук-туке подъехать. Вот в каждом поселке есть свой центр, где уже немножко больше кафешек, есть какие-то магазинчики, но самые оживленные, вот, курорты в плане туристической инфраструктуры, это считается, вот, Бентото, там, в центре Папак, Типни. Папак, Типни, вот, потом Хикадува, в центре Хикадувы тоже есть оживленная улица с магазинчиками, с кафешками, вот, ну, то есть, как бы, я даже не знаю, как это просто представить, что это не фирменные брендовые магазины, а понятно, что вот местные такие магазинчики, специфический колорит, вот, но все равно улица такая более активная, и даже, даже можно там, если поискать, найти дискотеку, но это, как бы, дискотека наша, это не то, зачем едут на Шри-Ланку, вот, потом вот у Наватуна, в центре у Наватуны тоже довольно-таки развитая инфраструктура, там есть кафешки, вот, и вот как раз, почему я задела тему дискотеки, обычно в отелях Шри-Ланки дискотеки нет, то есть, если даже есть запланированная дискотека, она может проводиться раз в неделю, раз в месяц, то есть, в основном, как бы, все, вечером никакой развлекательной программы практически нет, там, максимум в каких-то отелях повыше уровня, там, живая музыка, то есть, какое-то фольклорное шоу национальное, вот, а именно в плане дискотеки, в плане потанцевать, здесь это уже намного сложнее, то есть, можно, конечно, найти, но, как бы, на это рассчитывать не стоит особо, то есть, если туристы едут, они в основном спокойный, релакс-отдых, без таких развлечений, как в той же Турции, то есть, здесь уже никакой анимации активной, никаких, там, дискотек до утра, то есть, здесь такого нет, здесь обычно часиком после ужина, если, там, какую-то музыку послушали, и пошли спать обычно, то есть, это по курортам, то, что я хотела сказать, именно по развлечениям, и также, вот, отличия немножечко по курортам, вот, ближайший курорт к аэропорту, который мы сейчас будем рассматривать, отель, это вот Вадова, есть севернее Коломбо, курорт Негомбо, он даже ближе, получается, к аэропорту, то есть, самый ближайший, все туристы хотят минимум затрат на дорогу, они выбирают от курорт Негомбо, там, такой, темный песок, темно-желтый, и, как бы, в основном, отельчики такие бюджетные располагаются в большинстве своем, но все равно, как бы, они могут там по стоимости быть даже дороже, потому что, вот, близость к аэропорту, вот, если ниже Коломбо будем опускаться, есть курорт Маунт Лавини, тоже отель одноименный Маунт Лавини, который имеет, как бы, свою определенную историю, если кто-то заинтересуется и этим отелем, тоже можно будет потом немножко о нем сказать, вот, но по тем отелям, которые у нас в презентации, да вот... Кстати, если вы заинтересуетесь какой-то информацией или отелем, да, о том, что мы говорили, вы можете справа от нашего виджета писать свои вопросы, касаемо той темы, которую мы в данный момент в эфире обсуждаем, и мы можем ответить о них, если это вопросы не связаны с этой темой, то мы включим их, может быть, в следующее включение с нашим гостем, но если сейчас вас интересует Сри-Ланка и какой-то конкретный вопрос для Ирины, пожалуйста, пишите. Да, и вот немножечко все-таки по отелям поговорим, потому что, мне кажется, что тоже следует на это обратить внимание, вот, отель The Blue Water, 5 звезд, находится в Вадуве, то есть Вадува, вот, следом за Маунт Лавини, получается, то есть это относительно недлинное расстояние от аэропорта, и отель очень качественный, в 2010 году была реновация, полностью он был обновлен, очень много бассейнов на территории воды, вот эта центральная фотография, то есть представляем, очень красивая территория, зелена, бассейны, вот, отель тоже, номера очень хорошие, пляж, ну, пляж вот здесь открытый, вот там, где будет именно бухточка какая-то или лагунка, я скажу, вот здесь открытый пляж, то есть видим на картинке цвет песка, вот, отель можно предлагать как качественную хорошую пятерку, здесь и питание хорошее, и территория, и обслуживание, то есть этот отель, и плюс даже на него в последнее время и цена очень даже неплохая, вот это для нас интересно, как для пятизвездочного отеля, такого с довольно-таки высоким уровнем комфорта, очень даже неплохо, вот, следующий вот поселочек Калутара, вот Ваддува плавно перетекает в Калутару, там даже нет именно вот таких четких ограничений, и в Калутаре одни из самых популярных наших отелей, это отель Royal Palms Beach Hotel, и рядышком с ним находится всем, ну, всем, наверное, агентам известная четверка Tangerine, очень популярна просто среди наших туристов, и цена на него всегда хорошая, и вот наши туристы, Россия, Украина, Беларусь, они очень часто этот отель предпочитают, вот, почему Tangerine, потому что у Tangerine с Royal Palms общая территория, и можно ходить по всей, ну, по территории обоих отелей, понятно, что питание у каждого отеля свое, услуги у всех свои, вот, но за счет того, что вырастает, как бы, площадь, по которой можно прогуливаться, то есть территория, вот, и нет таких особых ограничений, и рядышком это пятерка, вот, и даже вот в Royal Palms есть дискотека, но, конечно, ее нужно еще застать, эту дискотеку, потому что, как я говорила, что может там раз в неделю, раз в две недели, то есть это уже как повезет, вот, и территория здесь тоже зеленая, единственное, вот, нюанс по этому отелю, с одной стороны за территорией располагается кладбище, оно не действующее, но все равно есть номера, которые выходят на это кладбище, вот, но обычно наши туристы, они более суеверны, скажем так, поэтому их стараются на ту сторону не селить, вот, но все равно, как бы, лучше, лучше, наверное, предупредить об этом туриста, вот, и, получается, тоже здесь есть питание и завтраки, полупансионные, all-inclusive, вот, хотя, вот, ну, если, например, завтраки, возможно, и недостаточно, там, например, если туристы вечером не хотят гулять, как бы, по, идти там куда-то в центр курорта или куда-то ехать, удобнее поужинать в своем отеле и лечь, соответственно, спать, вот, обед, как бы, возможно, уже не так актуален, на обед обычно туристы предпочитают где-то покушать какие-то морепродукты в каком-то ресторанчике небольшом. А что касается, вот, кухни в целом, да, есть какая-то, вот, национальная, традиционная, фриланкийская кухня, на которую стоит обратить внимание? Да, есть, конечно, именно традиционная кухня, и она очень готовится, местная еда, с использованием большого количества специй разнообразных, вот, но для наших туристов обычно в отеле есть, как бы, стандартная европейская кухня и есть уголок шриланкийской, вот, этой национальной кухни, там все очень острое, вот, и, ну, оно выделено, как бы, отдельно, то есть, если, как бы, вы не очень хотите сразу ощутить на себе, как бы, весь колорит Шриланки, вы можете просто там подойти, спросить, где там ланкистская кухня, где не ланкистская, что, ну, европейская у них все равно тоже, тоже там немножко больше специй, чем нужно, вот, но вот именно ланкистская, она такая довольно-таки очень острая, она тоже, как бы, на любителя, и тоже в ресторане, если вы заказываете, то нужно просить, чтобы по минимуму специи или вообще, как бы, специи не добавляли, если, что они обычно готовят каждый, как для себя, то есть, для них это комфортно, что все очень острое, и вы сидите, и просто такое чувство, что, как наш красный перец, вот, поэтому лучше, лучше сразу просить, чтобы не добавляли специи в ресторане, вот, но фруктов множество можно покупать. Ну, разнообразная, да? Фреши тоже очень вкусные, и по стоимости довольно-таки доступные, вот, ананасы очень вкусные, из того, к чему мы привыкли, но вот именно ланкистские ананасы, они, как бы, всем очень нравятся, и многие их покупают тоже в качестве сувениров, ну, и поэтому, как бы, чтобы не было на обратном пути перевеса, лучше в шеломку ехать с минимумом вещей, а обратно уже можно тогда везти и ананасы, и другие фрукты, вот, потому что, если вы уже приехали, 20 килограмм в ваш чемодан, и обратно получается, что вы ничего не можете купить, и вот даже я слышала истории, что люди там выбрасывают даже какие-то свои вещи, только чтобы забрать эти ананасы домой. Ну, кстати, если мы уже начали говорить о сувенирах, ну, кроме того, что это чай, кроме того, что это, может быть, там, батик какой-то, что еще в качестве сувенира, ананасы, окей? Ананасы, конечно, везут. Да, что еще обычно везут, на что обращают внимание, чем заполняют свои чемоданы на обратном пути туристы? Ну, вот, в первую очередь, конечно, чаем, фруктами, то есть это... Ну, фрукты, ананасы, а еще какие фрукты? Множество есть экзотических фруктов, как бы, ну, у них даже очень много видов бананов, есть даже вот стандартные бананы, маленькие бананы, красные вот такие бананы, то есть они считаются, что они все на другое, по разному вкусу, манго, мангустины, то есть множество очень разнообразных, плюс всякие, как бы, экзотические фрукты, то есть там есть рынки, где предлагаются именно все разные виды фруктов, и цены тоже довольно-таки доступны на эти фрукты, поэтому все предпочитают привезти своим родственникам попробовать. Да, я сейчас вспомнила, ну, правда, это другая страна, тоже экзотическая, тоже много там фруктов экзотических предлагается, и местные жители предлагают именно, ну, недозревшие совсем, чтобы можно было, чтобы дорогу они пережили эти фрукты, и они никакого слова не знают, но раз к ним не знают. Домой? Да, домой? Да, домой знаю, какие надо тебе, ну, то есть домой, это значит, что недозревшие, да, с собой брать домой. Очень интересно, то есть они конъюнктуру очень четко отслеживают. Ну, да, потому что, ну, вот, как бы, и ананасы тоже там считается, что если вы там заранее, это там немножко зеленоватый взять, но тоже, как бы, хотя если вы сегодня покупаете, а завтра улетаете, то лучше, как бы, купить такой обычный стандартный ананас, он вкуснее просто, когда он созрел уже, ну, не думаю. Ну, да, и неизвестно дождется, он созреет, он дома или не созреет, потому что приедете и от тоски по Шри-Ланке начнете есть зеленые ананасы, еще не созревшие. Да, не дождетесь, поэтому тоже, как бы, нужно, ну, уже сами принимать решения. Да, окей, сувениры, это фрукты всевозможные. Да, потом украшения тоже драгоценные, драгоценные камни, то есть еще такое покупают, и плюс, вот тоже следует ваше внимание обратить, что цены могут там быть разные абсолютно, то есть в одной, там, например, бусы какие-то в одном магазинчике могут стоить, там, 30 долларов, 50 долларов, а потом вам те же бусы предложат за 10 долларов. Поэтому тоже, как бы, ну, желательно, если вы там что-то собираетесь приобрести, то пойти прицениться там, пойти прицениться там, если у вас есть возможность, и потом уже выбрать, где дешевле. Ну, или заводить себе гида-друга, который будет с вами ходить, ланкиться, да, ходить торговаться, ну, соответственно, я думаю, что тоже будет, ну, тоже иметь какую-то комиссию с этого. Ну, возможно, но может не такую, если вы напрямую купите то, что вас заинтересовало. Поэтому Шри-Ланка очень такая разнообразная страна, и много чего можно предложить. Ну, да, экзотических таких сувениров много можно набрать. Я знаю, еще текстиль, ну, то есть такие разные одежды, такие национального, там, с хлопкой и так далее, вот такие все. Можно даже там, как бы, там, постельное белье купить, то есть такое, и, ну, это уже, как бы, в зависимости от ваших проживаний и от времени. Для начала просто не забивайте чемодан по дороге туда. Да, просто вот по минимуму туда вещей, тем более, что, как бы, никаких обычно таких мероприятий, куда-то можно пойти и очень много раз переодеваться, одевать какие-то наряды, здесь, по сути, нет. Вот, поэтому по минимуму, там, майка, шорты, два купальника и нормально. И просто потом на обратном пути у вас будет возможность привезти домой сувениры, не избавляясь при этом от ваших вещей в аэропорту. Потому что, ну, по перевесу они все-таки смотрят. Как бы, и перевес может получиться дорого, и не всегда это комфортно. Поэтому вот на Шри-Ланку едем, как бы, полупустым чемоданом. Вот еще один отельчик, Цинамон Бэй, в Бэрувэле располагается. То есть мы опускаемся в Адува, Калалтара, Бэрувэла. Вот, и отель 2012 года, то есть здесь очень хорошие номера. А, отель, вот видим номер как раз внизу на картинке. Это, конечно, немножко повышенная категория, но стандартные номера тоже довольно-таки комфортные, красивые. И с учетом того, что особо новых отелей на Шри-Ланке нет, 2012 год, это, можно сказать, один из новых отелей. Вот, неплохая территория, может, еще не такая очень зеленая, но все равно, как бы, зелень присутствует. И здесь, вот единственный нюанс по пляжу, здесь немножко каменистый заход, тоже следует себе отметить. А что это значит? То есть, что нужно взять с собой обувь, например, чтобы было дома заходить? Либо это значит, что нужно будет идти немножко дальше от пляжа на другой, от отеля на другой пляж, где не каменистый. Ну, здесь, с одной стороны, есть лагунка, но там очень много людей, и тоже не совсем, как бы, тот, как бы, тот, зачем приехали на райский остров. А с другой стороны, там, вот, просто или аккуратно ступать, или, может, действительно, какая-то специальная обувь. И особенно, конечно, если волна сильная, одно каменистое, то это не очень комфортно. Если океан спокойный, то можно покупаться. Но это тоже, как бы, такое явление, как бы, океан, что сложно угадать, будут волны большие, будут волны маленькие. Иногда люди едут и, как бы, в основном прыгают на волнах чаще всего. В основном океан неспокойный, ну, то есть, это стихия этого, да, мощь. Но бывает и спокойный, то есть, это уже, как вам повезет. Лотерея, Пардуна, лотерея. Ну, не в сезон, конечно, намного меньше шансов, что он будет неспокойный. И вот у большинства отелей, вот, кстати, они, практически все отели Шри-Ланки, вот основные, которые мы предлагаем, они на берегу находятся. То есть, отелей на второй линии на Шри-Ланке очень мало. Ну, тоже есть такие отели, это уже какие-нибудь более бюджетные варианты. А так, практически все находятся на берегу. И тоже есть такая особенность, что стараются строить так отели, чтобы большинство номеров смотрело на океан. Вот, поэтому здесь вот тоже можно, как бы, вот номер с видом на океан, это такой именно и слышишь шум океана, и выйти с утра посмотреть на балкон на океан, тоже очень красиво, очень интересно, такой колорит местный. Но шум океана, вот, даже вот, когда сильный шторм, то вот у нас даже, например, не получалось уснуть из-за того, что так сильно шумел океан. Ну, вот, уже один такой день получился. Ну, вот, поэтому, ну, такой местный колорит. Еще одна пятерка в Баруэле, тоже один из таких популярных, хороших, качественных отелей. Эден Резорт энд Спа. Вот здесь уже более зеленая территория. Здесь тоже множество разных типов номеров. Здесь вот питание полупансион, вот, качественное, хорошее питание, неплохие номера. То есть этот отель тоже можно смело рекомендовать, как хорошую, не вип-уровня, но хорошую, качественную. Тверд, тверд, да, да. У нас буквально пару минут осталось, и у нас еще есть несколько вопросов вот от наших зрителей, которые написали нам сейчас, ну, там, буквально таким блицем, да, после того, как вы закончите, ответим на них. Ну, давайте, если у нас совсем мало времени, так, вкратце просто посмотрим на отели. Вот Бентото Бич, четверка, тоже хорошее питание, хороший номер, очень зеленая территория. Вот видим вот эту дорожку, там буквально эта зелень, как бы везде присутствует. И здесь уже есть, вот здесь как раз впадает в океан рядом с этим отелем река Бентото. Вот, и она как бы, ну, просто здесь немножечко, чуть-чуть темнее песок, но все равно вы это как бы на картинке даже не прочувствуете. Вот, и там на пляж сам никто не жалуется, то есть просто иногда спрашивают из-за того, что впадает река. Ну, может там быть немножко мутной, но это все равно, как бы, до волны все равно не бывает прозрачная вода. Да, бразурная. Вот, отель очень хороший, очень популярный, и особенно если на него хорошая цена, четверка, очень такая четверка плюс. Вот там на завтрак, на полупансионах, где-то питаться рядом есть, возможно. Да, вот Бентото, это такой более активный курорт, то есть можно выйти за территорию отеля, можно опять же подъехать на тук-туке. Здесь тоже рядышком, в любом случае, один-два ресторанчика каких-то местных будет. Вот можно в самом отеле пообедать, если уже совсем туристы захотят никуда не выходить. Еще один отельчик, клуб Бентото, троечка. Этот отель тоже очень и очень популярный, он работает только по системе all-inclusive. Это, в принципе, можно понять, почему. Потому что отель находится между океаном и рекой. И вот как раз река Бентото, она впадает возле отельчика Бентото. И вот есть отели, которые находятся, как бы попасть в отель можно только водным путем. Вот видим на первой картинке. Как на картинке такой, да? Да, на первой картинке вот там такое средство передвижения, даже не знаю, лодочка, не лодочка. И они постоянно курсируют в течение дня и даже ночью, просто с большим интервалом. Вот, садитесь вы на эту лодочку и приплываете. Вот центральная картинка – это вход в отель парадный, скажем так. И с другой стороны, как бы, вот картинка океана. Территория отеля очень зеленая. Номера небольшие, простые, но все они такие колоритные. И за счет территории, за счет того, что все как бы для туристов, питание все включено. Есть даже при отеле небольшой аюрведический центр. Ничего себе, трехзвездочный отель всего. Да, но она как бы, это качественная, хорошая тройка. Ну, может, вот то, что я говорю, может даже номера немножко и простоваты, но все равно наши туристы его очень любят, этот отель. Ну, особенно вот эта специфика перемещения по реке в отель. Вот, вот VIP-отель, о котором мы с вами вначале говорили. Это Саман Вилас, Орел и Решка. Да. Вот, маленькая фотография сверху, видим, немножко на скале располагается отель. И к пляжу, получается, нужно спускаться либо на одну сторону, либо на другую. То есть на нем, наверное, более подробно не будем останавливаться. Ну да, не будем, может на нем и завершим, либо у вас там есть еще. Это вот последний отель, о котором все-таки хотелось бы сказать. Чая Транс Хикадова. Помните, курорт Хикадова, есть инфраструктура, есть коралловый риф. И вот как раз Чая Транс Хикадова, одна из таких качественных, хороших четверок, тоже в недавнем прошлом прошла реновацию. То есть номера достойные, хорошие. И плюс этого отеля наличие лагуны, где можно поплавать. Вот, и черепашки здесь тоже иногда можно встретить, прямо на пляже даже. Вот, то есть качественное питание, хороший уровень сервиса, качественные номера. И плюс лагуна, то есть можно рекомендовать для туристов, которые боятся океана. То есть все-таки будет небольшая возможность здесь поплавать. Окей, мы буквально пару вопросов, ну там может коротких, может быть даже о них уже говорили, Валентина из Киева. Товарищи, подскажите, какие алкогольные напитки лучше всего пить на Шри-Ланке, чтобы потом не пришлось переживать за свое здоровье? Ну мы говорили красный ром, да? Красный ром это именно национальный напиток. А так вы можете приобрести в Дьюти-фри и пить в принципе любые напитки. Ну конечно же вот этот местный напиток, он качественный и популярный, я считаю, что стоит его попробовать. И вопрос от Дианы из Киева. На фейсбуке я прочла пост о том, что сейчас у туристов, которые планируют поехать в Шри-Ланку, есть какие-то привилегии. Можно ли подробно на кого это распространяется? Есть ли такая информация? Ну это зависит от того, какого именно плана привилегий. Ну да, в фейсбуке нужно уточнить, где Диана. Ну как бы такой общей информации на весь рынок нет, чтобы какие-то сейчас привилегии. Может быть какой-то из операторов делать какую-то акцию? Может какая-то акция, может у кругового-то одного отеля какая-то акция. То есть это лучше уже непосредственно уточнить. Ну да, Диана, уточните, мы готовы будем ответить на ваш вопрос. Ольга из Киева, сколько денег можно с собой брать на Шри-Ланку? Можно. Ну смотрите, можно брать сколько угодно, только свыше 10 тысяч нужно декларировать. Да, наличным имеется в виду. Да, и понятно, что кредитные карточки. Так, ну и, пожалуй, да, по Шри-Ланке здесь у нас еще другие вопросы насыпались, но по Шри-Ланке это все. Ира, ну спасибо вам за такое погружение в Шри-Ланку. Я действительно то, что как у нас и для себя ответила на кое-какие вопросы о Шри-Ланке, о том, что действительно это такой райский остров, на который стоит ехать за релаксом, за наслаждением, за спокойствием, за интересной картинкой, да, за разнообразной картинкой, что, собственно, позволит осуществить экскурсионные туры, трехдневные, четырехпятиши, там, шестидневные, и побережье океана, и вообще это шри-ланкийская, такая индийская, да, индуистская, да, атмосфера такого спокойствия. И она, наверное, там обнимает на Шри-Ланке свои объятия, еще и долго не отпускает по возвращению, как я понимаю. Да, конечно. Спасибо вам большое, приходите к нам еще. Спасибо. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу и снова вернемся в студию, и будем сообщать вам опять что-то новое, интересное о том, какой же мир большой, какой он разнообразный, как много всего вокруг, чего еще нужно посмотреть, и жизнь одна, это нужно делать как можно скорее. Спасибо.